Так вот, я и предыдущие коллеги, особенно во второй половине уже пленарной части, тоже так же скажу, что мне вот, я тоже хотел как-то предварять, что-то объяснять, рассказывать, как космические корабли выразят простору Вселенной, а потом уже перейти к своей секции, к своему треку. Все до меня сказали, все украдено до нас, но я позволю, если просто тогда сделать какие-то, полемизировать немножко с предыдущими спикерами, либо там согласиться, через несколько тезисов таких скажу, не имеют какое-то отношение к колледжу. Вот, Артем сказал вначале про окей, гугл. Вот я не говорю окей, гугл. Я говорю, привет, Алиса. Во-первых. Вот. Затем я заметил такую штуку. Я уже не первый раз слышу, вот, много конфиденций, посвященных цифровому образованию, онлайн-технологиям и так далее. И в последнее время, почему-то очень часто, я слышу две фамилии, два имени, да, почему-то цитируют. Ю.С.Кэрол. Нет, я почему-то слышу постоянно. Связанный с цифровой педагогикой, онлайном и так далее. Ну и, конечно, Олег Семенович Гугутский, да, я к тому, что, наверное, стоит все-таки перечитать, да. Значит, ну и говорили о том, что e-learning это уже не актуально, просто learning, да, он всегда с приставкой E, да, Э, электронный. Вот, но я тут, знаете, вот, это все, конечно, хорошо, но мы живем все-таки в том правовом поле, где называется, это так, с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, и исключительно с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий. В правовом поле мы живем еще в том совсем, да, поэтому у нас даже и learning не актуален не потому, что уже не актуален, а еще не актуален. Вот тут, наверное, надо быстрее развиваться. Что касается профтехобразования, вот, есть у профтехобразования такая какая-то, ну, стерять их, что ли, вот, когда мы говорим про школу, это всегда какие-то инновации, это мы, ну, будущее, дети, да, и так далее. Высшая школа экономии, вы, высшая школа экономии, я прям сказал, да, Евгения Юрьевна, понравилось. Высшая школа, это тоже всегда про инновации, про что-то будущее, про науку и так далее. Когда мы говорим про профессиональное образование применительно к подготовке апплицированных рабочих кадров или специалистов среднего звена, мы как-то сразу вспоминаем что-то вот такое. Профтехучилище, да, и это что-то такое, вот, сделали быстренько, значит, специалисты, которые там чего-то чинят, значит, строят и так далее, и все замечательно. Почему? Ну, во-первых, потому что профтехобразование создавалось в советскую эпоху для советской промышленности в глубоко крестьянской стране с долей, ну, скажем так, населения образованного грамотного менее 10% с начала 20 века, да, и у профтехшколы советской, помимо каких-то вот профессиональных историй, да, была история про лимбез, это все-таки в том числе и общеобразовательная цель, и достаточно серьезная, и сейчас мы, если мы возьмем учебный план какого-нибудь колледжа, да, там очень много общеобразовательной штуки, но мы живем в ту эпоху, когда уже говорили про информационные революции, про технологические вот эти революции, которые происходят, и говорили даже про то, что вот, когда появилась, Марина и Юрий Кулиц говорили, что вот когда появилась письменность, начали там ругать, значит, молодое поколение, да, на самом деле я как историк по-первыхому образованию скажу, что это произошло, да, гораздо раньше, вот, никак, да, не письменность, книга-печатника это какие-то, да, когда появилась письменность уже ругали, вот, еще задолго до станка Бутатберга, значит, я хочу поговорить о том, что вот, на мой взгляд, актуально для среднего профессионального образования, и о чем мы будем говорить на треке в том числе, очень важно для современного специалиста, ну, это, ну, я думаю, что для всей профессионального, для любого профессионального образования это актуально, то, что сейчас называют, ну, кастомизацией, ну, это применительно к продукции, говорят, конечно, кастомизации, но я бы это, вот, мог, я бы это и к образованию применял. Все-таки мы должны действительно, профтехшкола должна готовить стандартного, с пределок большой страны, какого-то вот специалиста выпускать, да, но он должен быть предельно кастомизирован, то есть мы на последнем этапе, так сказать, создание этого специалиста должны навешивать на него дополнительных функций, там, применительно к региону, применительно к отрасли, применительно к каким-то локальным уровням, то есть применительно к тем региональным, таким промышленным предприятиям, которые у нас есть. Не готовить к какому-то профтех специалистов в широком смысле образованного, он не нужен, ну, вернее, он нужен, но мы, у нас нету такой проблемы ликвидировать безграмотность, да, мы ее ликвидировали еще в 70-е годы где-то уже окончательно бесповоротно. И вот, это такая большая, большая проблема и задача для профтехобразования, кастомизация вот действительно вот этих вот специалистов. Затем мы должны понимать, и об этом уже говорили предыдущие спикеры, что мы живем в то время, когда все меняется, 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 в пределах одного поколения происходит несколько технологических революций. Вполне возможно, что мы некоторые технологические революции просто еще не осознаем, вот, и последствия их не осознаем, или не осознаем, что они сейчас происходят, потому что мы внутри этой революции находимся, да, и не знаем, какие будут последствия. Нам важно, чтобы у нас был не просто компетентный специалист, он мог эти компетенции менять. И тут важно не только учиться, 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 да, как Владимир Ильич завещал, здесь важно еще отказаться от тех компетенций которые уже есть кстати зачастую это очень сложно когда тебя очень серьезно где-то к чему-то научили отказаться от компетенции разучиться да очень сложно это нужно уметь и вот нам нужен специалист который тоже будет навешивать на себя какие-то новые комментарии и отказываться от предыдущих затем что очень наверно важно мы сейчас живем 2017 году знаете есть такая кривая цикл цикл жизни инноваций да знаете как подъем потом значит у нас идет заушенных ожиданий потом падение потом склон просвещения из плато стабильности вот я думаю технари знают я я не только показали знаю точно так вот 2017 году этот цикл смотрел там виртуальная реальность уже на склоне просвещения в 2017 году то есть сейчас мы живем в ту эпоху когда это не новинка не какая-то полу фантастичная штука дает эта штука которая сейчас активно уже в нашу жизнь входит если раньше мы говорили когда говорили про виртуальную реальность это подготовка там летчиков космонавтов там еще чего-то то сейчас это в профтех образования я думаю должно внедряться массу потому что материально-техническая база развитие материально-технической базы конечно это сложная история но виртуальная реальность она намного проще в этом плане и самое забавное что про летчиков космонавтов я сказал подготовка бухгалтеров там юристов тогда почему нельзя использовать можно и есть масса примеров у нас на треке будет это обсуждаться и будет конкретный пример от одного из будущих и кстати говоря про то что евгения юлиевна сказал кулик да про то что мы очень много говорим про технологии мы очень много на самом деле говорим про то и по педагогику в последнее время начали говорить много вот вся эта история про то что технологии хорошо это нужно использовать мы все это понимаем мы все это уже знает да и где-то на федеральном уровне тоже все это прекрасно понимают есть целевые программы национальные для детные проекты и тому подобное а потом все как ниже 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 спускаясь там региональном уровне на муниципальном уровне на локальном уровне начинается возгребание вот этих проблем потому что чем ниже мы опускаемся конкретному исполнителю да тем больше проблем у него возникает когда кто-то бывает что нужно цифровое образование там 9 вперед никто не говорит про какой-то там не знаю кабинет для отдельный для серверный где персональные данные хранятся помещение тогда спасибо и мы поговорим про качество образования неминуемо всегда все 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 обсуждения про образование заканчиваются качество образования вот для меня как администратора прежде всего важно проверять не качество тоже качество образования были сложно образование то деятельность учащихся ты вот жизненный путь его образования мне важно проверить результаты эффективность вот этих методик там работы и так далее и в этом плане цифровые технологии очень сильно помогает потому что я очень люблю говорить у себя в институте на то когда начинаются какие-то разборки значит у нас мы перевели полностью все всеочные программы на онлайн с применением онлайн и там я люблю говорить мне все ходы записаны почему потому что у меня есть логию меня есть целый кучет данных у меня все записано я понимаю почему или там могу понять почему у одного преподавателя одни студенты учатся на пятерке у другого те же самые студенты учатся на двойке я посмотрю логия по изучаю какие-то эту информацию пойму что в чем проблема и про это мы тоже я надеюсь поговорим у нас будет посвящен отдельно отдельные теме теме внедрения технологий в процесс пастер-класс вот поэтому всех приглашают нам на треки спасибо за внимание